так ребят сейчас мы будем тренировать ноги и опять же на ноги масса упражнений вспомогательных упражнений наверное миллиона уже сейчас разных вариантов но опять же если вы хотите построить свое тело вы не забывайте вы скульптор и вы строите его вы как мастер где вам нужно вы добавляете нужно ягодицы добавить вы добавляете ноги то же самое поэтому вы скульптор в зале и главное чтобы делать это с умом с правильной техникой и я уверен у вас все получится и к чему я веду что как бы вы не крутили все равно основные упражнения это приседание и мертвая тяга опять здесь много вариантов разных вам не обязательно приседать с фривой фривой со свободными весами вы можете использовать машин тем более спорт клуб настолько оснащен различными вариантами поэтому я уверена вы найдете для себя самый удобный вариант тренировки ног то же самое с мертвой тягой вам не обязательно делать мертвую тягу со штангой вы можете делать с гантелями вы можете делать с блинами вы можете делать с гирями поэтому вариантов масса и также в тренажер в машине поэтому я для себя выбираю смита потому что это более как бы безопасный в моем случае вариант так как я фитнес опять же соревнующийся я использую очень много прыжков различных и акробатика поэтому мне нужно быть уверены что что мое тело находится стабильно стабильно здесь мое тело поэтому я могу сфокусироваться только на мышц ног ноги стопы на ширине плеч до параллели когда вы поднимаетесь напрягайте ягодицы растягивайте напрягайте следите за техникой исполнения спина прямая опять же колени не гуляют очень стабильное положение поэтому я люблю смита потому что здесь я могу контролировать свою стабилизацию колен в ног так что я делаю три подхода первое естественно всегда разминочный без веса мне нужно быть уверены что мои мышцы размятые готовы к тренировке основной вот и три подхода по 15 повторений не больше я вам покажу последний подход который я делаю с изменением положение стоп а как вы видели у меня ноги стоят на ширине плеч канты я делаю дроп сет и меняя положение немножечко стоп чтобы сфокусироваться на своих квадрицепсах так как мне это важно в моем виде спорта поэтому опять же как я вам говорила вы скульптор хотите сфокусироваться на ягодицах лепите свои ягодицы квадрицепсы квадрицепсы ваш выбор поехали я покажу вам последний подход ноги на ширине плеч вы можете уходить ниже но будьте уверены что ваша спина остается в правильном положении не ломаясь опять же зависит от растяжки генетической растяжки каждого человека в моем варианте это здесь я сделала 10 раз теперь я меняя положение ног стоп обязательно попробуйте этот вариант до параллели это убийственно даже без веса поверьте мне широкая постановка стоп узкая постановка стоп дроп сет естественно сейчас веса весов нету но я обычно скидываю меньше 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 вот будьте уверены что ваши колени не выходят за пределы носков так что вы почувствуете и квадрицепс и заднюю часть бедра и ягодицы но опять же я в этом упражнении фокусирована на квадрицепс идем дальше еще один из вариантов тренировки ног я вам покажу это приседание в демиплие это название пришло из хореографии поэтому достаточно простое непростое упражнение но вы попробуйте работают все все части ног как квадрицепс так и ягодицы приводящие поэтому посмотрите в этом положении вы просто ставите очень широко ноги широко ноги и носки разводите максимально в стороны я вам покажу без веса но перед этим упражнением будьте уверены что вы размяты очень хорошо в этом в этом упражнении вы максимально растягиваете ягодицы опять же будьте уверены что размяты хорошо если растяжка вам позволяет вы можете уходить глубоко но опять же не играйте с этим достаточно до параллели когда вы встаете вверх напрягайте ягодицы сжимаете ваши мышцы я вам покажу сейчас что вы можете использовать вес в конце я задерживаюсь в этом положении будьте уверены что у вас вес не тяжелый и небольшие покачивания просто супер девушки ребята вперед за ягодицами и ногами класс следующее одно из самых любимых всех упражнений всеми упражнений это выпады опять же вариантов очень много в моем случае я выбираю более safe безопасный вариант я всегда держусь за опору и опять же для начинающих и для тех у кого есть какие-то проблемы с коленями или с суставами я бы не рекомендовала такие варианты как ходить вдоль зала или работать с большими весами выберите стабильную позицию это очень важно в этом упражнении поэтому я выбираю сейф каждый раз когда вы встаете напрягайте ягодицу спина прямая вы можете также использовать платформу для того чтобы растянуть больше вашу ягодицу но опять же заметьте и в этом ничего плохого нету вы просто себя в ваша позиция более стабильный здесь вы уже не ошибетесь вы сфокусированы конкретно на свою мышцу которая вам нужна но когда вы ходите если ваш баланс не установлен ваше напряжение нам с мышцы на мышцы меняется поэтому я выбираю этот вариант максимальное растяжение гонит как один из вариантов можете использовать тем самым включая обе ноги в работу вау и также меняйте ногу я контролирую свою позицию поэтому мне легче сфокусироваться на ягодицы на квадрицепсы и задней части бедра и я вижу свое колено она не гуляет я уверена в этом поэтому чувствую себя более безопасней в этом положении но вряд ли вы получите какую-то травму так что выбирайте еще один из вариантов также вы можете попробовать а я вам покажу можете использовать гантель можете попробовать вначале без гантелей чтобы чтобы быть уверенным ваша техника правильно то же самое выпад поднимаем ножку вперед выпад конечно без опоры вы навряд ли так чисто сделаете поэтому я рекомендую использовать опору для этого упражнения опять же работают все мышцы все мышцы ног ваши ягодицы полностью растягивается и полностью сокращается вверху не забывайте дышать выдох и меняем вниз 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 вверх будьте уверены ваше колено не выходит за рамки носка а поверьте мне это рабочий вариант опять же как вы видите техника техника идеально если вы держите себя за опор особенно для новичков ребят попробуйте сначала с опорой если вы хотите усложнить попробуйте без опоры но опять же следите за техникой без опоры достаточно сложно будет сделать я навряд ли смогу потому что нестабильное положение стопы нестабильное положение колена поэтому я рекомендую держаться за опору идем дальше и еще одно упражнение для ягодиц такой очень довольно интересная я уверен что у девушек это получится только для девушек вот поэтому вы опять же из хореографии немножко так как я фитнес соревнующийся поэтому попробуйте я буду использовать я не буду использовать веса в очень простом варианте но вообще иногда я даже использую гантель который я держу между стоп я вам покажу сейчас положение выбираете любую для себя можете держаться снизу можете держаться здесь сгибаем ноги разводим колени в стороны будьте уверены что ваши стопы вместе и соединяем в этом положении растягивается ягодица по всей линии и сокращаете верху вниз можете максимально расслабиться в этом положении и сократим иногда и как я вам сказала я использую гантель между ног сюда да кстати да ага ага кстати еще одно хорошее упражнение в принципе это имитация того же сгибания на ой как сгибание в тренажере так и со свободным весом и вот мы возвращаемся к этому нашему исходному а максимально сокращайте ягодицы вверху и растянули вот это да супер упражнение будьте уверены что партнер вам поможет поставить гантели в ваши стопы потому что самому достаточно сложно это сделать вот но опять же возможно и попробуйте вы прочувствуете свои ягодицы сразу сразу после упражнения так что я думаю что на этом тренировка ног у нас закончена